Машинка снабжена интересной деталью. Это упор для стрельбы с бронемашин. Мотопехота при транспортировке на технике, она должна была взять оружие и уложить его на борт машины. Тогда назад при стрельбе и при движении машины он не соскочит. Упираешься на пистолет-пулемет и все, и он уже держится как влитой. Конечно, это вещь излишняя, но это же немцы, они изобретали как могли. Прицельные приспособления довольно-таки примитивные. Память меня может и изменяет, но здесь если 50 и 100, нет, 200, значит 100 и 200 метров. Да, вот здесь обозначения, они плохо видны, 100 метров и при подъеме прицела 200 метров. Ну, эффективная стрельба с пистолетов-пулеметов это, дай бог, полсотни метров. На сотню метров это уже по групповым целям, автоматическим огнем, как по сути из пулемета. Патрон 9х19, он и до сих пор пользуется большим спросом, потому что самый сбалансированный по мощности, убойной силе, эффективности боеприпасов. У американцев у нас 45-й калибр был на момент войны, самый распространенный. У Советского Союза 7,62х25 ТТ, пистолетный патрон. Скажем так, их можно выставить в линейку. 45-й калибр, самый недальнобойный, с самой высокой поражающей силой, быстро теряет энергию, но, как я говорил, убойный. 9х19 сбалансирована убойная мощность, дальность полета боеприпаса, хорошая эффективность. И самый быстро летящий, но с наименее эффективной поражающей силой, это 7,62х25 ТТ. Хотя, если в вас попадет несколько 7,62, разницы вы не ощутите, что они не такие уж убойные.